Тем, у кого трудовая инспекция выявила нарушения, уже не сладко. Штрафы такие, что легче было бы сразу официально трудоустроить людей. Но работодатели надеются, а вдруг пронесет и тем самым удастся избежать налоговых отчислений. Но рано или поздно частному бизнесу придется работать в Сочи в соответствии с трудовым законодательством, отмечает заместитель главы города. Больше всего нареканий в адрес Лазаревского района. Достаточно привести такую цифру. В казну города за 7 месяцев поступило 3 миллиарда 800 тысяч рублей. Из них только 45 миллионов от лазаревцев. Самое большое непаханное поле у нас в Лазаревском районе. Очень большое количество хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей. И меньше всего налогов уплачивается именно из Лазаревского района. Но при этом нам рассказывают, что школ там не хватает, детских садов не хватает, а люди все работают неоформленные. Власти курорта напоминают, в Сочи работают ревизоры, проверяют, сколько людей требуется конкретному предприятию и сколько там реально работает. Внести свою лепту в борьбу с черными зарплатами могут и сами работники, если сообщат о нарушениях на предприятии. Ведь в итоге от такого теневого бизнеса не выигрывает ни город, ни сами сотрудники. Для Пенсионного фонда и служб социального страхования они в данный момент безработные. Продолжение следует...